Здравствуйте! Приветствую вас! Одесса 11 июня. У нас сегодня переменчивая погода. И облачно, и солнышко выглядывает. Облака спасают нас от жары. Ну, комфортная погода, приятная для прогулок. Сейчас во всей своей красе наш легендарный стадион Черноморец. И перед входом высажены такие роскошные, красивые, разных расцветок розы. Я думаю, у вас есть какие-то истории рассказать про этот стадион. Я помню, мы приходили сюда и на концерты, и на футбольные матчи. Папа меня приводил. Название Черноморец с 2011 года. В разные года он менял свои названия, поэтому, возможно, вы называете по-другому. Стадион Кассиора, стадион парка имени Шевченко, центральный стадион Пищевик, стадион Авангард, центральный стадион Черноморского морского пароходства и центральный стадион Черноморец. И уже, как я сказала, с 2011 года и по сей день называется стадион Черноморец. Валентин Катаев в книге «Встреча» писал об этом месте. В парке в глухой его части есть громадная котловина. На языке посетителей парка и жителей этого района. Котловина эта называлась «Черное море». В ней играли футбол. Еще Валентин Катаев в рассказе «Отче наш» описывал этот стадион. В частности, это были воспоминания о мирной жизни одной из женщин. Проходя мимо стадиона, она вспомнила, как однажды до войны с мужем и друзьями пошла на футбол. Харьков-Одесса. Павловские болели за Одессу, она с мужем болела за Харьков. Одесса выиграла. Боже мой, что делалось тогда на этом громадном новом стадионе над морем? Крики, вопли, драка, пыль, столбом. Они тогда даже чуть не поссорились. Но теперь об этом приятно было вспомнить. Юрий Олеша посвятил арене рассказ «Стадион в Одессе». Там есть такие строки. «Стадион над морем». Его не было. Это новый стадион в Одессе. На фоне моря. Нельзя представить себе более чудесного зрелища. Зеленая площадка футбола. Он открывается внезапно. Его овал, лестницы, каменные вазы. И первая мысль, которая появляется у вас после того, как вы восприняли это зрелище, это мысль о том, что мечты стали действительностью. Этот стадион так похож на мечту и вместе с тем так реален. Этим видом можно любоваться часами. В сознании рождается чувство эпоса. В 2012 году на стадионе был открыт музей истории футбольного клуба «Черноморец». Немного сделали экскурс в историю и по классикам. Поделитесь своими воспоминаниями. И по нашим нынешним новостям. Ночь в Одессе прошла спокойно, без воздушной тревоги. В течение дня ее тоже не включали. Сегодняшний день в городе был благополучный, спокойный, тихий и мирный. Сегодня зашла в магазин Ева и никогда совершал раньше покупку. Они говорили «Дякую ему, до зустричи у Еви». Сейчас они произносят «Мирного неба, зустрянемся у Еви». Новые реалии. Пока стояла на пешеходном переходе, смотрю, встретились два соседа. Что-то поговорили, обсудили, немного пошутили. И когда уже им нужно было расходиться, один к другому говорит «Ой, а ты куда, на море?» Он вздохнул, махнул рукой и ответил «Если бы». Но при этом я уже заметила, что внутренний настрой у людей уже не такой мрачный. И люди более такие жизнерадостные, дружелюбные, пытаются говорить какие-то слова, чтобы и так же реагируют, разрядить обстановку. По дороге зашла в магазин, продавец на меня так посмотрел и говорит «А у нас есть соль». Она произнесла это как-то очень значимо. Она мне, конечно, соль не нужна была, но из уважения к ней я задала наводящие вопросы, уточняющие. Спросила «А какая соль каменная?» Она ответила, что «Да». Я спросила «По какой цене?» «40 гривен 1 килограмм». Она продолжила, что «Соль очень хорошая и чистая». Ну, кто когда-то покупал именно каменную соль, она бывает такая грязная, серая, мусор попадается, плохо очищенная. Когда я спросила производителя, это Артем соль или нет. У Михаила Жванецкого есть такая фраза «Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом». На этом пока все. Мирного неба над головой. Будьте благополучны, здоровы, всего самого наилучшего. До новых видео. Пока-пока.